всем приветики мы пришли с садиком разрешили котенка взять надо сынок садике все хорошо сыночек все супер очень хочу с вами поделиться показать вам как известно все детки сидят дома сидели вернее дома да это случилось еще перед днем мамы буквально сзади наверно я открылся почтовый ящик обнаружил там конверт большой из нашего садика письмо для открытка и отдельно в газету красиво завернута фото к вот шикарное сердце он завернута в газеты таким как жгут он такой веревка да красиво крест на крест перевязана интересно сначала не поняла это лежал отдельно конечно и письмо и письмо маме мамам и папам от воспитателей от коллектива детского сада написано что дорогие мамочки и папочки день мамы и день папы уже в двери стучится и мы думаем в это время о мамочках и папочках которые сейчас дома они поразмыслили и хотели преподнести небольшой сюрприз у меня аж мурашки так приятно и они подумали что в это время могло бы лучше всего подойти и пришла им голову идея что своими руками сделали из глины сердце и написали стихи сами написали стихи и написано фон унзан ой то есть от нас к вам от всего сердца идут эти стихи и желаю вам замечательного дня и коллектив и вот такое вот сердце пасочку классно из глины сделали сами его такой красивейший пан такой до замбан то есть как сказать из бархата очень красиво и здесь вот такая открытка сами вырезать сердечки либо эльтерн и здесь стихи маме и папе очень трогательно все слишком долго это я все читать засчитывать вам не буду и я уже показывала не знаю в этом видео покажу или уже показывала ли еще потом покажу что с 18 мая сынуля пошел в садик ну то есть в нот группу потому что я работаю в такой профессии как объяснить все положено на можно ходить садик группе по он сказал первый день было три человека он еще двое детей теперь уже пять человек три девочки и он еще один мальчик 55 деток с нуля ходит уже вторую неделю все хорошо правда пчела укусила один день но ничего страшного все нормально и первые дни сынуля когда пошел посмотрите что вручили ему андрей такой камень его лакировали лаком покрыли подписали это божья коровка и клееблат ну как известно германии это символ который приносит счастье удачу и написали что он даст туда без ну то есть замечательно что ты с нами опять что-то пришел и вот два еще дали два потому что на острый конечно на пасху где так не было в садике два шоколадных зайчиками больших ну так мило так приятно сынулька такой счастливый пресс мама посмотри что мне подарили приклеили эту божью коровку очень мило очень приятно спасибо большое воспитателям вот такие вот небольшие таки но очень согревающий душ очень приятные чем показать как известно были скидки везде и всюду сейчас они еще идут я заказала себе обувь со странички гибрид агут вот такие я просто влюбилась и был только мой размер не знаю совсем уже последние были ли было еще несколько пар моего размера но во всяком случае кожаные такие ботики от тамарис стояли 90 евро и уценили на 40 евро ну я конечно не могу отказать более не кожаные мне нужна обувь я уже несколько лет водить и тех же хожу практически то в кроссовках нет есть одни и кожаные черные ботиночки в общем наступило время давно мне пора было цвет балдинку песочный это кожа здесь вынимается стелька если вам нужно покажу вот смотрите тамарис и вам показать даже не знаю они теплые теплые при теплые внутри такие вот пушистенькие здесь вот получится показать не получится не совсем да это кожа кожа такие вот конечно протекторы не знаю же многие девочек слышала что после родов нога как-то становится или шире или больше я носила все 39 38 39 теперь практически я беру себе 40 чтобы не совсем не давили не натирали это у меня пушка очень понравился конечно искусственный мех но так это мило выглядит такой вид сзади удобные ножка прям спит в них это просто просто прелесть скажу я вам такие себе ботиночки конечно совсем удобно на шнурке но ничего я не светлые но я постоянно ношу чем черную обувь люблю носить черную и подумал что хватит носить все черное захотелось каких-то изменений тем более кожаные ботиночки за 40 евро это просто это просто сказка всем доброе утро сегодня 18 мая и мы после трех месяцев нахождение дома самоизоляции карантина как хотите называйте садики были закрыты да еще сейчас они практически закрыты то мы идем в нот группу я поставила антрак и мне в связи с моей профессии сразу же дали на следующий день позвонила заведующая и сказала что да все одобрено все проверено можете приводить ребенка но на прошлой неделе были в отпуске и поэтому сразу его еще не повела на прошлой неделе а сегодня мы идем так как связи с работой у нас в обед не получается больше быть сынулькой а маме отводить я конечно не хочу связи сложившихся обстоятельств все всем известных и вот собираем завтрак водичку в общем как первый раз первый класс сама что-то немножко волнуюсь и сынка такой резкий скачок сделал берем новые вещи это три кошки такие тоненькие и футболочка и вот эти новые на сменку сандалики он вырос из всего поменяюсь полностью и потом уже смену одежды это на спорт положу там такой специальная такая сумочка у нас спортивными вещами они придевается по понедельник у них спорт не только по понедельник а другие вещи могут завтра отнесу и сегодня когда забирать пойду пожелайте нам удачи волнуюсь как первый раз и вот такой у нас новый рюкзачок он не новый но сынуль носил другой теперь решил этот носить бабушка нам дарила мама мужа захотел его теперь носить с собой доброе утро ты в садик идешь мой сладкий да ну-ка повернись какой у тебя рюкзак красивый повернись мальчик вот какой мы сладкий ребенок у новых кроссовках все идем домой мальчик пошли мы хорошие готовлю нам обед сварила гречку так захотелось гречки нашла у себя одну пачку от долгой очень захотелось гречки здесь две упаковки грибочков коричневых шампиньонов с луком сначала и там у меня куриная грудка еще добавлю немножко сметанки смоли сделаю отдельно без грибов мяско и будет наш такой вкусненький обедик все смешала теперь мясо грибы добавила крым фреш водички кипяченые и немножко потушил добавил чесночка перчика черного лучок укропчик будем сейчас обедать на улице папа наш пицца ночной всем приятного аппетита лаура спрашивала почему мы хотим сделать вот здесь их чуть же мы размышляем давно здесь такой вот зелененький заборчик и соседи постоянно здесь грилят скажу наша искать совсем удобно было не снимать на улице рассказывать соседи вот это с правой стороны где мы хотим сделать забор или здесь чуть очень большая семья очень огромная семья муж женой по второму браку них и очень много детей внуков постоянно тут помягче выразиться очень шумно может быть слышно моих видно в мои на моих видео хали гали постоянно прошлом году мы хотели сделать уже забор и все никак не соберемся вот так мы купили дом так вот все было здесь было несколько больших деревьев мы выкорчевали вот это вот изгарь принадлежит к соседу слева у нас район хаоста я рассказывала тоже нужно заняться пару раз он первый пару лет он нанимал мужчина приезжал все подстригал подравнивал вывозил что-то он запустил уже пару лет ничего не делает говорю буду делать и все никак один раз муж или два раза делал но в общем суть не в этом а с этой стороны в общем забор вот этот вот так вот был раньше была калитка сзади детей домов не было можно было выходить выезжать если что-то все вывозить теперь у нас все закрыто наглухо потому что там перед забором вернее за а если от нас смотреть за забором там у них штель плац парк плац это принадлежит им территория также у нас как перед домом показывал что мы смотрели в обе деревянные как-то не хочется постоянно нужно ухаживать за деревом прошлом позапрошлом году мы приезжал швега фата все это прошкуривал все это мы разбирали эти доски снимали швега мама приезжала мы с ней специальным как он называется он такой от погодных условий устойчивый такой предохраняющий лак мы покрывали с ней уже пару лет ничего не делали общем за деревом нужен постоянный уход а то что мы хотим это из кунштофа с пластиком наверное забор смотрели моим показывалась нашли мы темный но наверное возьмем все-таки бежевый я все не знаю где найти и как и как это все по умному сделать все здесь оградить потому что постоянно народу я не знаю там 10-15 человек постоянно не выходит в середину гарт на я чувствую себя неуютно я в бикини на бикини я никогда не выхожу хотя хочется сынули и ставим мы мне тоже показал ставим сюда планшбек бассейн ему и надуваем им не в своем на своем участке да я не могу я не за я стесняюсь в бикини как-то выйти или даже в шортах и в бикини не вот хотим также есть все сделать раньше был забор когда мы только купили дом пара лет на баруле стоял забор от этих соседей такой светленький тоже класс не совсем на сто процентов все закрывал мы было здорово и как-то был ураган и он весь них переломался упал и все они убрали забор чему конечно я не очень рада ну что поделаешь не только я вообще все мы и муж хочет чтобы мы сделали забор потому что постоянно они ходят в этот домик постоянно если что-то у нас тут у сидит здесь родители за столом или швидер или там кто-то приходит постоянно вот так вот станку среднгарт на станку смотрят мне неприятно например не знаю как кому не то я на какие-то они кулянки вечеринки но чувствуешь себя как сказать даже если сидишь и постоянно кто-то ходит заглядывает что-то кушаешь пьешь вообще сидишь просто не знаю сидишь как чувствуешь себя как на витрине не знаю а насчет того из какого материала я все вам покажу еще мы в поисках мужа будет вот выходной него короткая неделя сокращенная поедем может быть на днях 5 перед выходным 5 посмотрим что-то другие бумага пока мы ничего не нашли обе очень скудный выбор был и не знаю пока ничего мы не нашли интернете смотрю на тоже ничего не подобрала поэтому так лавра надеюсь я ответил на вопрос большой привет и спасибо за вопрос ну вот так не знаю опыта нет в этом деле как и что из чего сделать забор укачу нас есть мы наши дедушки и мой папа и папа мужа надеюсь они нам помогут останавливать это мы все так оставим просто хотим продлить и деревянного забора и вода до этого серого так что хотим немножко так свою приватную приват сферы